Привет. Сегодня у меня кое-что необычное. Ко мне приехала клавиатура, которую я очень долго ждал. И я решил устроить самый первый анбоксинг. Ну, то есть тот самый ритуал, когда люди берут коробку, разрезают ее ножом, достают оттуда что-нибудь такое, что они видят в первый раз. Я решил обойти эту историю с ножами и с пленками. А вот содержимое коробки я действительно увижу в первый раз. Ну, точнее, как? Я видел рекламу, я видел все это остальное. В общем, мы сегодня с вами впервые посмотрим на то, что пришло мне. Эту штуку я заказал, кажется, в начале июля или в конце июля. Ну, вот где-то в июле. Сегодня 2 ноября, и ко мне эта штука ехала... Ну, в общем, посчитайте, сколько времени. Она сначала вернулась туда, откуда я ее заказал, потом ее отправили еще раз, и вот последний трекинг длился 65 дней. 65 дней ожидания, я уже попросил вернуть деньги, я уже сдался, но дождался. И тем интереснее сама клавиатура, и тем интереснее эффект ожидания. В общем, давайте посмотрим, что там интересного приехало. Вот она, такая вот незамысловатая коробочка, 950 грамм, написано в посылке. Это клавиатура Nufi, New Type. В общем, F1, по крайней мере, так они ее называют. Давайте рассмотрим ее поближе. Вот такая коробка, немножко побитая жизнью, как вы видите. Доставляли ее все 65 дней. С обратной стороны интересная картинка. Innovative, not imitate, assembled in China. Когда там в Торонто и Шэньчжэне ее дизайнили. В общем, какой-то совместный продукт двух компаний. Номер модели у нее MK00, видимо, это Mechanical Keyboard 00. И тут, видимо, эта клавиатура разлетается на части. В общем, неплохой арт, кстати. Но это задняя часть, верхняя часть сверху. Давайте посмотрим. Ух. Ладно, неплохо. Так, тут у нас какие-то бумажки. Я руководство никогда не читаю. Я сначала пытаюсь долго мучиться с клавиатурой, а потом уже, наконец-то, возвращаюсь к руководству. В любом случае, если возвращаюсь, то где-нибудь нахожу PDF, потому что, ну, бумага, это как-то, ну, несовременно. Продолжаем. Так, тут, видимо, какие-то провода. Окей. Неплохо. Коротенький проводочек. Но мы с вами еще поймем, для чего он нужен. Так, что еще? Ну, вот USB-A на USB-C. Самый бесполезный на свете провод, потому что у меня ноутбуки, они USB-C-шные, хабы тоже USB-C-шные. Поэтому, к сожалению, индустрия пока не перешла на USB-C и USB-C. Все еще рассчитывают на то, что у вас компьютер USB-C, USB-A. В общем, печаль. Ну, ладно. Еще на свалку добавится всякая ерунда. Ну и, собственно, сама клавиатура. Ладно, давайте уже уберем все лишнее. И, наконец-то. Ух. Открываем. Разворачиваем. О, господи, она сама включилась. Это как-то... Как-то... Я еще не понял, как это работает, но... Клавиатура точно... О, примагничивается. Ладно, с чехлом мы еще разберемся. Давайте начнем с клавиатуры. Так. Ну, она белая. Это понятно. Она, вроде бы как, достаточно компактная и, я бы сказал, 60-процентная. И, как вы видите, с абсолютно RGB-шная. Но у нее еще есть стрелки. Благодаря тому, что shift здесь в каком-то очень странном месте, им удалось втиснуть стрелки прямо в эту раскладку, и у нее очень интересная, откусанная кнопка delete. Я абсолютно не понимаю, почему так. И, на самом деле, я очень хочу спросить разработчиков этой клавиатуры, почему так, но неважно. Об этом сейчас не будем. Понятное дело, у нее там кнопка включения USB-C, и, в общем-то, все. С обратной стороны у нее очень необычный задничек. Ну, как, необычный. Он оранжевый, он резиновый, и на ней, на нем, на этом задничке, такие вот интересные пазики. Пазик — это не модель автомобиля, это такие вещи, которые совпадают. Паз для того, чтобы что куда-то вставлять. Так, да? И вот эту клавиатуру сделали специально, чтобы куда-то вставлять. Ну, об этом мы тоже поговорим. Очень неплохая пластиночка. Видимо, она утяжеляет и позволяет классную гравировку сделать. В общем, неплохо. Ну и, собственно, что у нас здесь? Bluetooth. Раз, два, три. Три устройства можно подсоединить. Довольно привычное расположение клавиш. Яркость. Start, Alt, Start, Alt. Видимо, оно и под Windows, и под Mac. Кажется, да. Ну и, не знаю, знакома ли вам раскладка MacBooch'ная, но она, в общем-то, пытается ее повторить. Ну и, собственно, зачем эти пазики, спросите вы меня? Ну, как, для чего? Вообще, эту клавиатуру придумали как замену клавиатуры MacBook'ов. То есть на Mac'е были такие плохие клавиатуры, что ребята подумали, что мы сможем на этом хайпануть и сделать клавиатуру, которая заменяет MacBook'ную, ноутбучную. То есть, смотрите, вы не просто вынимаете MacBooch'ную клавиатуру, а вы поверх вставляете эту. Давайте посмотрим. Уберем клавиатуру. Добавим MacBook. Вернем клавиатуру. Как-то вот так. У меня аж ноутбук включился. И если поерзать, то она довольно плотно держится. Так что, кажется, вы понимаете, что я должен взять свой ноутбук, открыть его, поставить клавиатуру сверху, ну и, собственно, использовать эту клавиатуру вместо встроенной MacBook'ной. И тут как раз пригождается проводок. Вы берете, подключаете его сбоку, и, видимо, вставляете в свой MacBook. Как-то так. И, кстати, тут загорелась маленькая красная лампочка. Соответственно, ну, мой Mac пока не чувствует, что это клавиатура, но я еще буду разбираться. Это все-таки анбоксинг, а не ревью. Ну, в общем, как-то это так должно работать. Она как минимум заряжается, держится действительно очень плотно. Видимо, эти пазы попадают как раз между расстоянием между клавишами очень хорошо. То есть, она прям кастомно сделана для MacBook'ов. Так, а что с этой оберткой, с этим чехлом? Смотрите, вы берете клавиатуру, берете этот чехол, каким-то образом совмещаете. То есть, оно неплохо магнитится, но и как минимум это служит чехлом. По крайней мере, я так видел в рекламе. То есть, вы можете взять ее с собой, и вот так вот. Она до сих пор работает, кстати. Если вы хотите потом сделать из нее рабочее место, вы, полагаю, делаете вот так. Разворачиваете, и как-то вот так, что ли? Ну да, похоже на то. То есть, можно сюда поставить телефон, например, и что-то на нем начать печатать. Или даже планшет, например, как-то вот так, и тоже на нем начать что-то печатать. Ну, в общем, кажется, неплохая идея. Повторюсь, это не полный ревью. Мы только что с вами открыли коробку первый раз, но уже кое-что по этой клавиатуре видно. Давайте теперь сделаем то, что делают во всех ревью клавиатуры. Попробуем попечатать на ней и послушать, как она звучит. Микрофон максимально близко, и чтобы вы оценили, как она звучит. Продолжение следует... Вообще, по-моему, звучит неплохо. То есть, когда вы нажимаете на некоторые клавиши, прям отчетливо звенит пружина постфактум. Но, возможно, с этим можно что-то сделать. В общем, кажется, эта клавиатура подходит именно для того, для чего я ее покупал. Она такая механика, которую можно взять с собой. По крайней мере, я попытаюсь ее использовать в такой роли. То есть, если у вас есть с собой какое-то устройство, типа телефона и планшета, или даже ноутбук, как вы видите, она прекрасно подходит к макбучной клавиатуре сверху. Но даже если не сверху, даже если рядом, и вам хочется поудобнее печатать или переключаться между несколькими устройствами, эта штука должна сработать очень неплохо. По крайней мере, исполнена она очень-очень качественно. И я попробую понять, что с ней можно сделать, поскольку руки у меня, безусловно, чешутся. Поставить другие свитчи, поставить другие кнопки, разобраться, разобрать и вообще всячески ее улучшить. Это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первым увидят патроны. Поэтому, если вы хотите увидеть первым следующее видео, становитесь патронами. За небольшие деньги мы ставим с вами ближе, а мне будет проще продолжать этот канал. Если нет, если у вас и так все хорошо, подписывайтесь, ставьте лайки, и давайте обсудим в комментариях, как вам эта клавиатура, собираетесь ли вы заказывать себе что-нибудь подобное, что вы думаете про компактные свитчи или вообще про подобную тематику на этом канале. В общем, давайте общаться. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok